Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о работе одного из старейших предприятий региона – Гомельского жирового комбината. Присоединяйтесь! Наталья Викторовна Асачи, директор ОАО «Гомельский жировой комбинат». В 2001 году окончила Гомельский государственный университет имени Сухова по специальности экономика и управления на предприятии. Начинала трудовую деятельность бухгалтером в Гомельском отделении Белорусской железной дороги. Более 20 лет работала в структуре предприятия «Гомельстекло». С 2011 года была заместителем генерального директора по экономике. На Гомельском жировом комбинате работает с 2015 года. На должность директора назначена в феврале 2017 года. Вопросы, которые касаются деятельности Гомельского жирового комбината, вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. Гомельский жировой комбинат свою историю начинал в 30-х годах прошлого века. В 32-м году выпустили первую тонну маргарина, и тогда этот продукт был на расхват по всей стране. Скажите, пожалуйста, сегодня, что из производимых жировым комбинатом товаров пользуется наибольшей популярностью у покупателей? Да, Ольга, вы правильно заметили. В прошлом году нашему предприятию исполнилось 85 лет. Первую тонну маргарина начинался он с маргаринового завода, первую тонну выпустили в 32-м году. В 35-м наладили производство майонеза, в 45-м году получили первую тонну мыла. Ну, сегодня продукция нашего предприятия представлена как продуктовой группой, так и непродуктовой группой. Ну, начнем с первого продукта, из чего начиналась работа предприятия. Это маргарин. Сегодня выпускается еще? Конечно, мы выпускаем маргарин. Это 30% объема производства маргарина. Выпускаем 4 вида маргарина, каждый из которых имеет свои определенные свойства и сферы применения. Допустим, молочный маргарин – это маргарин, который содержит молоко, и он придает при выпечке пышность блюдам и препятствует очерствлению продукта. Майонез сливочный содержит сливочное масло. Майонез, ой, говорю, извините, маргарин сливочный. Маргарин сметанка, ой, Светлана, сегодня предназначен для использования в пост, потому что там нету животных жиров и нету молочных продуктов. Маргарин традиция не содержит сахара и имеет пониженное содержание жирности, что подразумевает его потребление людьми в диетическом питании. Ну и основной наш продукт – это майонез, который, как вы правильно сказали, очень узнаваем. Его мы производим в трех торговых марках. Основной удельный вес – это торговая марка «Моя домашняя кухня», это «Провансаль-67», «Провансаль-50», «Майонез-37». Кроме того, есть у нас такая торговая марка, как «Наша акция». Здесь майонез мы производим с более пониженной жирностью от 22 до 44%, то есть «Наша акция» 22, 33 и 44%. Есть торговая марка «Тодор». Это более высокий ценовой сегмент. Вплоть до нынешнего года мы его выпускали в стеклянные банки. Однако с этого года переходим на производство данного продукта с целью дешевления в более привычной нам – это подушки. Будем в этой торговой марке выпускать майонез «Бодрость». Он сегодня имеет пониженное содержание жира, в нем отсутствует сахар и уксус. Перейдем к производству школьного майонеза в этой торговой марке и майонеза «Постного». Ну то есть майонез, я так понимаю, совсем не тот, что был в 30-х годах. Конечно. Наталья Викторовна, ну все-таки самое популярное сегодня у потребителя что из вашей продукции? Майонез? Из майонезов, ну майонез, да, наверное майонез, но в родном регионе. Хотя я сегодня хочу сказать, что у нас есть очень хороший продукт, и продвижением которого мы занимаемся активно в последнее время – это кетчуп, который мы производим тоже в майонезном цехе. Производим его пока только 30 тонн, порядка 30-40 тонн в месяц. Однако этот продукт, он сегодня содержит 100% томатную пасту или натуральную томатную пасту, специи, травы, не содержит красителей, ароматизаторов, либо усилителей вкуса. И рынок сегодня Республики Беларусь майонеза порядка 11 миллионов тонн в год, поэтому есть направление для развития, куда стремиться. А что касается несъедобной вашей продукции, какое мыло больше всего понравилось потребителям? Ну, мыло у нас есть и хозяйственное, и туалетное. Что касается хозяйственного, то это традиционное темное хозяйственное мыло. Ну, объем продаж его в общем хозяйственном мыле порядка 70%. 30% мы продаем сегодня Белой хозяйке, и рынок Белой хозяйки сегодня растет. В части Белого хозяйственного мыла мы, значит, производим мыло. Идеальная чистота, которая отстирывает белое белье от пятен. Мыло для уборки комнат, для стирки ковров. Мыло для стирки детского белья. Интересное название. Белая хозяйка. Да, Белая хозяйка. Да, несколько. Хозяюшка. Мыло хозяюшка, я неправильно сказала Белая хозяйка. Дилемму цена или качество приходится решать сначала производителям, а потом и покупателям. Наталья Викторовна, мы узнали, как делают выбор гомельчане. Давайте посмотрим. Качество. То есть в следующий раз, соответственно, качество не должно упасть. И поэтому покупаю. Конечно, для нас, для пенсионеров, первостепенная, конечно же, цена. Потому что пенсии маленькие. Смотрим на цены. А качество? С качеством сложно. Первое срок годности. Первое. Ну, а потом, конечно, смотрю на всякие эти добавочки. Ну, вот так для начала. Ну, все-таки качество. Качество тоже немаловажное. А цена. На цену тоже обращаю внимание. То есть, если не очень качественное, но дешевое купите? Нет. Нет, все-таки. Белорусы глядят на цену. Да. Ну, а потом уже глядят уже, что они взяли их качество. Ну, конечно, качество. Потом уже тогда, если так на цену будем смотреть. Качественный продукт в первую очередь. Так как я пенсионер, извините, прежде всего смотрю на цену. Качество, безусловно, тоже имеет. Потому что смотрю, чтобы, так сказать, уже. И выбираю, к сожалению, не гомельскую. Не знаю, но почему-то вот те, которые другие, так лучше. Это всегда компромисс между качеством и ценой. Ну, для каждого человека. Каждый выбирает то, что ему в данный момент важнее. Либо покупать чаще, но ниже качество вещи. Либо купить один раз, но хорошую вещь. Ну, в каждой ситуации по-разному. Вы смотрите «Диалог». Мы обсуждаем сегодня работу Гомельского жирового комбината. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться, вашим мнением, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Наталья Викторовна, первая ступенька в том, чтобы обеспечить качество продукта, это приобрести качественное сырье. Расскажите, пожалуйста, как вы решаете этот вопрос на предприятии? Где и у кого его закупаете? Дело в том, что предприятие на сегодняшний момент не является импортозависящим. Основное сырье для производства масложировой продукции это же, конечно, масло растительное. Животные жиры, яичные продукты. Масло растительное. Мы сегодня имеем собственную сырьевую базу. Благодаря поддержке области, руководству области, мы в прошлом году заготовили 27,5 тысяч тонн масла семян рапса и обеспечили себя сырьем вплоть до следующего урожая. И производим отжим масла семян без использования химических методов. Что касается животных жиров, то закупаем их у мясокомбинатов республики. Яичные желтки на птицфабриках. Упаковка тоже отечественная. То есть все сырье, которое поступает на предприятие, оно проходит трехступенчатый контроль. Кроме того, на предприятии есть входной контроль и контроль готовой продукции. Если дорожает сырье, то сказывается ли это на цене сразу же? Я так понимаю, что, как гласит народная мудрость, хорошее дешевым не бывает. Соответственно, если дорого обходится покупка сырья, то будет дороже и конечный продукт. Так или нет? Как я уже сказала, основной удельный вес – это масло растительное. Масло растительное мы покупаем в рамках госзаказа. Цена на госзаказ регулируется государством. И мы имеем сегодня масло свое по конкурентноспособной цене. Поэтому стоимость масла не влияет на стоимость конечного продукта. Белорусские производители сегодня не стремятся повысить цену ни сырья, ни конечного, ни сырья, которого мы используем. Мы с ними плодотворно сотрудничаем, проводим тендера, закупаем продукцию. У нас нет резкого повышения стоимости, поэтому и нет повышения цены на сегодняшний момент заметного. Майонез – главный наш соус и в праздники, и в будни. Главная ваша товарная позиция, как вы уже говорили. Но в последнее время, мне кажется, немножко он свое лидерство сдает. Потому что никто не хочет ни лишних килограммов, ни лишнего холестерина. Как вы считаете, как специалист, потому что у вас вполне экспертное мнение по этому вопросу, майонез вредный? Майонез появился относительно давно, в XIX веке. И за все эти годы стал неотъемлемым атрибутом нашего рациона. О том, вредно или полезно, сейчас пишется очень много статей. И в печатных изданиях, и в интернет-ресурсах. Ну, не всегда, наверное, этим статьям стоит верить, либо прислушиваться к их рекомендациям. Сегодня майонез имеет ряд свойств, которые, когда его можно назвать и полезным продуктом, и не особо вредным. Что касается калорийности, о которой мы постоянно спорим, то в погоне за снижением калорий часто используется сырье, которое заменяет жировое сырье. Например, волокна. Пищевые волокна, их влияние на организм тоже не очень сильно изучено. Поэтому нельзя сказать, что полезно либо растительное масло меньше, чем пищевые волокна. То есть лучше на этом свой выбор не строить, да? На том, чтобы был менее калорийным майонез. Это продукт, который употребляется с определенными в качестве соусов, либо заправок. Поэтому он все равно существует. Если говорить, допустим, о 67-м майонезе и о 50-м майонезе, то эти майонезы вообще не содержат никаких ни добавок, ни консервантов. Поэтому они содержат их основные ингредиенты. Это растительное масло и яичный желток. Яичный желток сегодня – это кладезь витамина В, а растительное масло пользу мы тоже его прекрасно знаем. Ну то есть вроде бы все составляющие, как Вы сказали, очень хороший выбор, да? Или полезно, или не вредно. Замечательно. Вот между этим можно выбирать. Но как обеспечивается безопасный срок хранения? Все равно же какие-то консерванты должны присутствовать? Это же не домашний майонез. Ну, безопасный срок хранения, он не обеспечивается консервантами, либо отсутствием консервантов. Он устанавливается на основании лабораторных исследований Министерства здравоохранения с учетом какого-то запаса годности продуктов, запаса прочности по годности продукта. Обычно этот запас не менее 25%. И срок годности майонеза зависит… Ну, консервантами можно удлинить срок годности продукта, но в то же время он удлиняется и культурой производства. Еще раз обращу внимание, что в 67-м, 50-м и в 67-м, 50-м и в школьном майонезе у нас нет консервантов, но срок его годности на сегодняшний момент 120 суток, как в любом другом майонезе. Поэтому в качестве консервантов пищевой промышленности сегодня применяются пищевые ингредиенты, которые имеют натуральное происхождение. Мы, допустим, в более низких сортах, в низкой жирности майонеза применяем сорбат калия. Это сегодня консервант, который применяется в производстве колбасных изделий, сыров, соков и применяется в большинстве стран мира – и в Америке, и в Канаде, и в России, и в Европе. Наталья Викторовна, к нашему разговору о майонезе присоединяется наш телезритель. Есть вопрос в Вайбере. Перед одном годом покупали майонез. 37% оказался очень жидкий. После праздников густота вернулась. В чем причина? Есть ли какая-то зависимость? Спасибо большое за вопрос. Мы имели, мы знаем эту проблему, имели эту проблему на ограниченной партии продукта, когда попробовали удешевить с помощью замены яичного желтка на яичный порошок, который содержит как белок, так и желток. Поэтому очень быстренько отказались. Это из той темы, где качество и цена. Еще хочу немножко эту тему развить. То потребитель, он же всегда в поиске, находится перед дилеммой. Цена – качество. Мы постоянно ищем более дешевый продукт, высокого качества. Конечно, в условиях ограниченных финансовых ресурсов мы иногда можем подвинуть свои желания по качеству в сторону их уменьшения. Однако, не до определенного момента. Вот в этом случае тоже так получилось. Понимая, что можем произвести продукт, у которого характеристики ухудшатся, мы можем потерять как своих покупателей, так и торговые объекты. Поэтому все вернули на круги своя и используем яичный желток. Ну, перед Новым годом, наверное, такой был хороший спрос, повышение спроса. Нужно было обеспечить максимальную. Или не зависит это от какой-то периодичности объем выработки? Ну, сегодня резких колебаний спроса на майонезную продукцию нет. Есть некоторое снижение объема потребления в летние месяцы. А в пост есть? В пост? Нет. Наверное, нет. Единственное, что в пост мы больше реализуем майонеза постного. Спасибо. Наталья Викторовна, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Раньше очень вкусный был майонез. А я хотела бы узнать. Ну, вот директор говорит, что там нет никаких добавок в 67-м майонезе. Ну, вот скажите, горчица там натурально ложится или какой-то заменитель какой-то? Угу. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Расскажите, пожалуйста, об этом компоненте. Спасибо за звонок телезрителя. Я хотела сказать, что в майонез мы ложим натурально горчичный порошок. И этим достигаем вкус своего майонеза. Немножко с кислинкой. Спасибо большое. Хотела бы перейти вот такая хорошая тема, благодатная, майонезная. Может быть, еще будут вопросы. Но хотела бы перейти к другой. Фактически комбинат – единственный крупный производитель мыла в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, из чего и как варится белорусское мыло? Насколько сегодня на рынке оно востребовано? Белорусское мыло варится из растительного масла, животных жиров. Добавляется парфюмерная композиция, отдушка. И пальмоядровое масло для связки основы. Это основные ингредиенты, из чего варится мыло. Что касается рынка Республики Беларусь, то на рынке сегодня мыло продают. Достаточно большая конкуренция в данной группе товаров. Торгуется мыло порядка 10 стран. А вы изучаете покупательский спрос? Наталья Викторовна, какое мыло сегодня хочет потребитель? Какие требования к этому товару? Больше спрос на твердое мыло или сегодня больше нужно жидкого мыла? Спрос на сегодняшний момент больше на твердое мыло. К сожалению, мы производим жидкое мыло, но спрос на данное мыло не растет. И кроме того, я вам хочу сказать, что если сегодня говорить о пользе, ну, сравнивать два туалетного мыла или жидкого мыла, то мы реально понимаем, что туалетное мыло – это жировая основа, которая натуральна. А жидкое мыло – это сегодня в большинстве случаев павы. И для того, чтобы нам помыть мыло руки мылом Гомельского жирового комбината достаточно 10 секунд, а для того, чтобы помыть мыло жидким мылом, надо как минимум 25 секунд. И павы – это тоже такой спорный компонент. Ну да, на самом деле достаточно спорный, и мне кажется, здесь больше нужно уделить времени и внимания тому, чтобы это мыло потом с себя смыть жидкое. Вы заявляете о том, что гомельский производитель никаких веществ с сомнительной репутацией в производстве не использует. Да, мы выпускаем мыло по государственным стандартам, не идем в сторону производства мыла ПТУ. Потому что, во-первых, это и сокращает наличие жирных кислот в этом мыле, да, и предусматривает какие-то другие вещества, которые, ну, в принципе, не хочется использовать. Конкуренция, как Вы сказали, на рынке сегодня огромная линия по производству. Линия относительно новая, недавняя, которая дорого предприятию обошлась. Она сегодня работает на полную загрузку? Загрузка линии порядка 75% производства мыла. Мы делаем мыла сегодня тоже нескольких торговых марок. Это и просто мыло, это низкий ценовой сегмент мыла в 100-граммовом куске. Однако оно имеет свою парфюмерную композицию тоже неплохую. Это и земляничное мыло, мыло ландыш, луговые травы. Кроме этого, мы производим мыло фруктовой серии, лайм, грейпфрут, апельсин и производим детское мыло. Детское мыло – это практически 50% объема выпуска и реализации всего мыла Гомельского жирового комбината. Детское мыло – оно гипоаллергенные отдушки содержит на сегодняшний момент, натуральные масла. Поэтому это хороший продукт. Спасибо. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире. Здравствуйте. Меня звать Валентина Ивановна. Я живу в Новобелевском районе и пользуюсь постоянно уже очень много лет продукцией этого комбината. В частности, меня интересует качество хозяйственного мыла на сегодняшний день – 65% и 72%. Вот лет 30 назад, я уже человек, конечно, пенсионного возраста, я пользовалась этим мылом просто, и стирала и белье, и носочки, трусики, и все остальное. Но сейчас им невозможно пользоваться. В чем причина качества, которая изменилась вот в свои те годы? А какая претензия у вас, Валентина Ивановна, на что не так с мылом? Мыло, во-первых, не обладает приятным запахом. Раз. Во-вторых, оно не высыхает даже. Хоть оно полежит месяц, два, три у меня в теплом помещении, оно все равно остается таким вот рыхлым. Во-вторых, оно вот только взял кусочек, попользовался, если даже несколько, и его уже нету, оно растаяло. Я беру вот, между прочим, в магазине есть такой острый чистоты, российское мыло они завозят. Оно сухое, оно качественное, я его с удовольствием пользуюсь. Но как же надо нашего потребителя поддержать? Я покупаю наше мыло, и все равно оно такое же. В чем причина? Спасибо большое, сейчас постараемся разобраться. Наталья Викторовна, прокомментируйте, пожалуйста, есть ли, согласны ли вы с такими отмеченными свойствами? Валентина Ивановна, нам очень важно ваше мнение. Честно скажу, нам не поступало до сегодняшнего дня нареканий на хозяйственное мыло. Для меня это было, ну, для меня это определенный вопрос, над которым мы сегодня будем работать. Мы обязательно с вами свяжемся, возьмем телефон, оставьте его оператору, и подготовим вам ответ. Дело в том, что темное хозяйственное мыло мы готовим сегодня по технологии советского времени. Мы ничего не меняли в этом продукте. Мы не меняли ни состав, оно как было на жирах, так и осталось на жирах, содопродукты, и поэтому там нету другого ингредиента. Что могло испортиться, не могу вам сейчас прокомментировать, но обязательно этим вопросом, уделим этому вопросу огромное внимание. Спасибо большое. Предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся буквально на несколько минут, посмотрим сюжет, потом продолжим обсуждение работы Гомельского жирового комбината. Оставайтесь с нами. Сегодня в это тяжело поверить, но еще в 2014-м Гомельский жировой комбинат закончил год с огромными убытками. Причины назывались разные, однако ситуация требовала принятия экстренных мер. Впрочем, совсем уже драматизировать ситуацию тоже не приходилось. В том же году в Минске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Выбор года-2014». Третий год подряд Гомельский жировой комбинат сумел подтвердить высокое качество своей продукции, получив награду в номинации «Туалетное мыло номер один» и «Растительное масло номер один». Местная продукция, в принципе, всегда пользовалась популярностью у населения. Майонез еще в стеклянных банках, маргарин, столовой, молочной и домашней. Причем все исключительно из натуральных ингредиентов. Всегда Гомельский жировой комбинат ориентировался на выпуск продукции с использованием именно местного сырья, потому что мы всегда пытались вовлекать в производство именно организации-поставщики сырья белорусские, для того, чтобы поддерживать себя честного производителя и также выпускать соответствующую качественную продукцию. Что касается использования сейчас продукции и сырья, то мы сейчас используем активно рапсовое масло. Рапсовое масло отличается своей высокой биологической ценностью, высоким наличием незаменимых жирных кислот, витамина Е. Приверженность традициям для гомельского жирокомбината еще и вынужденная необходимость. По-другому в условиях, когда весь мир отдает предпочтение натуральной продукции, быть конкурентоспособным просто невозможно. Хотя определенные изменения в те же технологии и рецептуры вносить все-таки приходится. Это позволило поднять продукцию на новый качественный уровень и предложить продукцию потребителю уже по новым своим характеристикам, которые приняты уже давно в европейских странах, а также выйти на те же рынки, где мы раньше отсутствовали. В феврале этого года гомельский жирокомбинат отметил еще одну производственную победу. На проходившем в Москве международном конкурсе «Лучший вкус 2018» гомельский майонез и кетчуп получили дипломы первой степени. Без ГМО, без крахмала, без искусственных красителей. Сегодня эти надписи на продукцию гомельского жирокомбината наносятся постоянно, включая новые разработки. Из нового ассортимента продукции – это майонезная продукция, три номинования – провансаль сметанный, провансаль оливковый и провансаль с лимонным соком. Данные майонезы уже нашли из своего покупателя. Наши сбытовики периодически просят производить и на складе, чтобы был данный майонез. Отгружается неплохо. Сейчас на гомельском жирокомбинате разработано и готовится к выпуску новое мыло с гипоаллергенными свойствами. К этой продукции на предприятии вообще особое внимание. Сегодня мощности комбината позволяют ежегодно производить около 5000 тонн туалетного и почти 9000 тонн хозяйственного мыла. Среди стран-импортеров – Россия, Казахстан, Киргызстан, Турция. При этом на предприятии не скрывают нынешние успехи в значительной степени результат проведенной модернизации. На современном оборудовании действительно можно производить продукцию, отвечающую всем пожеланиям потребителей. Хотя чрезмерно увлекаться внедрением новой техники все-таки не стали. В качестве примера на предприятиях приводят участок упаковки, где отказавшись от дорогого оборудования сохранили не только значительные средства, но и рабочие места. Понадобится такое оборудование, которое окупится только через 10 лет. Опять же, в течение 10 лет оно будет изнашиваться, возможно, через 10 лет потребуется его замена. Поэтому, допустим, на этом участке модернизация проводилась, но грамотно через плановый экономический отдел проводить предварительные расчеты. И мы пришли к тому, что данный ручной труд нецелесообразно заменять, его проще оставить, при этом сохраняя рабочие места. ДИАЛОГ Кроме того, мы закончили год в положительной динамике. Темп рост объемов производства к 2016 году составил 147%. Темп рост экспорта 145%. Валовая добавленная стоимость увеличилась практически в 2,5 раза на одного работника. Снижены были затраты на 19% от уровня 2016 года. Кроме того, вывели на рынок новые виды майонеза. Это 50-й провансаль с сметанкой, с оливковым маслом, с лимонным соком. Заготовили, еще раз повторюсь, при поддержке Гомельского областного комитета масло семена рапса. Обеспечили себя сырьем. То есть на сегодняшний день все это свидетельствует о движении предприятия. Мы не стоим на месте. И постепенно выходим. А что касается зарплаты, тоже очень немаловажный показатель для большого предприятия, важного для района. То как здесь дела? Значит, мы сохранили коллектив на сегодняшний момент. Сегодня у нас нет ни простоев, ни четырех дневок. Предприятие полностью загружено. Зарплату нарастили от уровня 2016 года, повысили на 25%. Стараемся. В коллективном договоре предусмотрено ряд различных выплат. Удешевляем питание в столовой, выплачиваем продовольственными наборами. То есть постоянно изыскиваем возможность для обеспечения повышения заработной платы и уверенности работников предприятия. Наталья Викторовна, а каким Вы видите итог проводимой модернизации на предприятии? Планируется ли дальнейшее на перспективу расширения ассортимента, введения новых видов продукции? В течение, за период с 2013 по 2015 год было реализовано три инвестиционных проекта. Общая инвестиционная затрата порядка 7 миллионов долларов. 98% из которых были собственные средства предприятия. Была поставлена новая линия производства туалетного мыла Гренель. Она позволила сегодня выпускать качественное конкурентоспособное мыло и снизила затраты на его производство до 10%. Линия была построена рафинацией дезодорации выморозки растительного масла. Позволила получить качественный продукт в дальнейшем, который используется для производства маргариновой и майонезной продукции. То есть масло имеет высокую степень качества очистки, если можно так сказать, и идет в конечный продукт. Производственные мощности по Припятскому производственному участку были увеличены в результате модернизации практически вдвое. Сегодня, благодаря этому, мы сами можем перерабатывать все заготавливаемые масла семена. И тоже себестоимость их снижена. Вот приведу пример. Если в 2013 году была себестоимость переработки 64 рубля на тонну, то сегодня это 35 рублей. То есть можно говорить практически о двойном снижении затрат. Планируете ли вы в будущем еще что-то вводить в перечень продукции? Пока грандиозных планов по реализации инвестиционных проектов нет. Мы планируем сегодня расширять свой ассортимент, идти в производство мыла с новыми характеристиками и продуктовой группой с новыми характеристиками. Вот, как уже было отмечено, мыло планируем проводить гипоаллергенное. Для этого мы уже сделали опытные образцы и отдали их на соответствующее исследование, чтобы не просто написать гипоаллергенное, а получить соответствующее удостоверение и сертификат подтверждения качества продукта. А была новость перед Новым годом о том, что вы планируете освоить и производство мыла ручной работы в качестве сувенирной продукции. Удался этот эксперимент или был отложен? Дело в том, что Гомельский жировой комбинат – это крупное промышленное предприятие с серийным выпуском производства. У нас есть участок мыла, производство мыла ручной работы. Мыло производится мелкими сериями под конкретного потребителя. И в основном этот участок, он сегодня используется для того, чтобы отрабатывать новые рецептуры, новые технологии, новые упаковки. Очень удобно. То есть такой экспериментальный цех. Да, такой экспериментальный цех. Экспорт – один из важнейших показателей для работы любого предприятия. Вы говорили, темп роста 145%, вы показали по итогам 2017 года. Кто новый заинтересовался, кто из потребителей каких стран заинтересовался вашей продукцией? Вот к этой четверке – Россия, Казахстан, Турция, Кыргызстан. Кто еще добавился или, может быть, просто пока проявляет интерес к вам? Ну, правильно вы заметили экспорт. Если есть экспорт, значит предприятие конкурентоспособно. Потому что при экспорте конкуренция возрастает в разы. Мы экспортируем продукцию в 17 стран мира. В прошлом году экспорт составил миллион долларов США. Экспортируем в основные страны, куда экспортируем. Это Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдовия, США, Прибалтика. Ну, 17 стран. Вот в этом году активно сотрудничаем с Молдовией. Вышли на рынок Соединенных Штатов Америки. Поэтому планируем его развивать и дальше. На этот год поставили себе задачу немножко скромнее, чем в прошлом году. 110%. Но мы реально понимаем, что экспорт сегодня – это быстрые предоплатные деньги лично для нашего предприятия. А это оборотные средства. А что за океан вы отправляете? Мыло. Туалет. Туалетное мыло? Брусочки? Конечно. Или, может быть, для эмигрантов хозяйственное мыло? Нет, туалетное мыло. Для всех, кто скучает. Нет, туалетное? Да. Как вы говорите о ваших преимуществах? Как вы о них заявляете перед потенциальными партнерами? Чем продукция Гомельского жирового комбината отличается от аналогичной продукции на других производителей? Что касается пищевой группы, я же говорю, что мы предлагаем различные виды продукции с различными областями применения, либо предназначенные для определенных покупателей. И позиционируем себя как предприятие, которое производит натуральный продукт по государственным стандартам. Не идем на какие-то снижения в области удешевления продукта громожом, либо замены на какой-то другой сомнительный компонент. Поэтому вот так. Претензии к качеству пока вам не поступало? Да? Ну, кроме как у нас сегодня на хозяйственном мыле. Ну, нельзя сказать претензии к качеству. Во время работы они поступают, наверное, на любом предприятии. В определенные моменты есть какие-то вопросы. Как со стороны торговли, так и со стороны потребителей. Мы постоянно работаем над качеством, постоянно этот показатель снижаем. И, ну, показатель возвратов снижаем. Потому что, ну, реально понимаем, что потребитель, который вернул продукцию в следующий раз, он ее уже не очень захочет заказывать. Поэтому это рабочий процесс, к которому деляем огромное внимание. Самая престижная награда, которую получал Гомельский жировой, вот лично для вас, это что? Это какое было подтверждение дипломом? Ну, лично для меня, учитывая то, что я очень мало работаю на этом предприятии, это победа в этом году, в феврале месяце, номинации «Лучший вкус» на международном дегустационном конкурсе, проводимом в рамках Prodexpo 2018 в Москве, в феврале текущего года. Мы получили диплом первой степени по кетчупу домашнему шашлычному и майонезу «Провансаль» в 67-м. То есть очередной раз подтвердили качество майонеза и качество кетчупа. Prodexpo – это действительно очень авторитетная выставка. Есть несколько вопросов на нашем вайбере, буквально одна минутка у нас на них. Какое масло лучше – подсолнечное, рапсовое или подсолнечно-рапсовое? Ну, я скажу, что мы считаем сегодня, что наиболее полезно – это рапсовое масло. Чистое? Чистое рапсовое масло. Но учитывая то, что оно сегодня имеет в составе полинасыщенные жирные кислоты, которые способствуют выводу из организма холестерина и способствуют уменьшению риска возникновения инфарктов, инсультов, кроме того, оно сегодня имеет более высокую температуру задымления, чем подсолнечное масло. Поэтому сегодня оно наиболее полезно при жарке продуктов. А оно вкусное? Есть разница? Или на любителя? Ну, сегодня рапсовое масло, как и подсолнечное, оно дезодорируется, рафинируется и вымораживается. Поэтому каких-то определенных вкусовых различений… То есть разницы мы не заметим, да? Используется ли пальмовое масло в качестве сырья? Правда ли, что оно вредное? Что касается вредности и полезности пальмового масла, это еще не очень сильно доказано. Дело в том, что вплоть до этого года мы использовали пальмовое масло в ограниченных количествах. С этого года вступил в действие новый регламент Таможенного союза, который вводит требования к продукту жирам сегодня содержания трансформеров 2%. И обеспечить это можно производством на пальмовом масле. Но хочу еще отметить параллельно, что сегодня пальмовое масло относится к 17 видам растительных масел, которые подтверждены пищевыми стандартами Всемирной организации здравоохранения. Поэтому я думаю, что нельзя сказать, что оно вредно. Вы его используете? Да, при производстве маргарина, чтобы обеспечить требования законодательства. Спасибо, Наталья Викторовна. На этом мы вынуждены наш диалог завершить. Благодарю вас. Спасибо вам, Ольга. Спасибо телезрителям за вопрос. Наталья Осадча, директор Гомельского жирового комбината, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова